И сейчас мы приглашаем на эту сцену с дебютом поэта, который выступает и в салоне, и на играх впервые, наверняка волнуется, поддержим Никита Пушкарёв! На самом деле, я впервые читаю для публики какой-либо. Это приятно и неожиданно. Хотелось бы начать не с того человека, друг себя или врага, а со стихотворения про мой любимый город Санкт-Петербург. Слышишь, как тихо. Словно на улице после дождя по крышам Питера гуляем только мы одни. Неоном освещают увески реклам, а покажем свет в домах. На Невском музыка играет. И ночь дыхания затаяна, синим бархатным шатром небес, миг звезды раскидает. Чуть скошенной покажется луна, и смысл слов пустым вдруг на руках растает. Нам некуда идти. По пути встречных фонарей ведет меня к дворам. Где, лабиринтами блуждая по домам колодцев, я встречу музыку протеста, что искренно здесь из души идет. С голосами в унисон звучит гитара. И Цой тут вечно молодой. Уходит в небо смысл глубочайших строк. Исписаны парадные стихами. Поэты, лирики, слагатели романов, что городом живут и чувствуют его порывы. Свободно признаваясь каждой строчке города в любви. Поэт, слагатель в миг один становится единой волной. Переживания улиц, дворов, мостов, каналов, площадей охватывают ночь теплом сентябрьских огней. Спасибо. В общем, я рисую за черную сторону силы. Объясню это в своем стихотворении. Чисто такой банальный самоанализ, где идет определенное осуждение людей по их порокам. Кто я? Зачем я здесь? Куда я иду? Скафандр тела прячет внутри души. Пустая болтовня с людьми, что целью ставит власть. Пороки выявляют все наружу. Виднеются вдали раздробленные на куски чужие судьбы. Кто? В праве рушить жизнь другого существа? Кровопролитным маршем убивать без сожаления? Зачем? Да и куда все приведет? Отныне каждому дорога суждена идти по нити боли и смирения. Испуганная раненая птица из клетки видит похоть и раздор. Как лики сущности живой орут, блюют и в перемешку с грязью души все хорошее внутри. Погасли свечи. Кончен век. Маэстро отыграл последний акт и дирижер счастливо спускается со сцены. Оваций нет. Все умерло. Осталось лишь подобие живых. Что маски маскарадные надев ушли в небутие и стали закрываться от других. Зона комфорта в четырех стенах. Заезжены темы в диалогах. Все те же на столе газеты и лица тот же за окном. Про мозлый город и не хочется здесь быть. Упреки старых поколений, что к середине жизни осознали, как были слепы. Любовь и счастье, что хранили. Взамен стабильность и контроль. Так для чего я здесь? Неужто истина, что обрету запрятана в путях планеты этой? Кругами за чертой рисовать черту. Сон пребывания отсчитывать и ждать ответа. Ну и еще немного мраченького про смертную казнь. Погода дождливая и все остальное. Позитивом сегодня не веет на душе. Простите. Красивая ночь перед смертной казнью. Нас за правду сажают в темницу. Грешный город закроет глаза нам. И во сне перед смертью приснится. Как душа неотесана бела. От дома к дому скиталась. Угощала всех солью и хлебом. На попутках до неба добралась. Проснулся от поток холодной. Нитка жизни моя оборвалась. Кто пьяный лежит, кто голодный. А мне час дышать осталось. Молюсь Богу, до двери отворилась. Черный палач повел нас на плаху. Сотни людей харкают нам в лица. В повседневке запутаны даты. Им не понятие, что я не виновен. А не слепой злоба сгубил им души. Они верят соревную правду. Не хотят они даже слушать. Но вдруг увидел я из черного неба светлый знак манящий собой. Удобнулся напоследок и покинул мир с открытой душой. АПЛОДИСМЕНТЫ Для чего, и тут, и куда. Старый путник присел отдохнуть. Сотни лет он без кровок, без сна. Освещает кострами нам всем путь, Что несет далеко в облака. Сотни раз мир тебя предавал. Сотни раз побивал он кнутом. Ты любил его и прощал. Понимаешь, что будет потом. Через войны прошел через мрак, Оставляя лишь цвет и цветы. В твоем мире бедный стал душевно богат, А богат и дураком пустоты. Да расскажи ты мне, почему все так? Почему мир тесен и люди слепы? Покажи на солнце свой знак. Помоги нам всем выйти из темноты. Не будет мира, будет война. Не будет войны, будет мир. И с крайностью в крайность через века Нерушимый народ старинных былин. По путям, указанным тобой, Мы идем каждый своим. В сердце страх, в душе огонь, Впереди любовь, позади дым. С дождями вернемся к тебе, С итрами к тебе долетим. Лишь бывает и в жизненной борьбе Остаться тем иным, Кто, как ты, все на свете прощал, Кто, как ты, понимал смысл слов. Тогда ты написал на ровных слов и любовь, И у большой воды вдохнул веру в целый мир. Город спит под твоим покровом, И навеки прощен тот, кто против всех был. Ну и последнее. На самом деле, я когда его написал, Друзья вообще не поняли. Ну как бы не доперлили что-то подобное, Но душевное переживание было. Никто толком не оценил. Сейчас рискну, прочитаю. Возможно понравится, возможно нет. Очень тяжелое стихотворение, Но, я думаю, наделено определенным смыслом. Между домов, где слово текло по воде, Заплетаясь венки хороводами в ночи, Босики душу спасали в огне. Очевидели крест совесть неслаб порочно. Так жги, гуляй, оборванцам народ. Путеводный поклонись, отмолись слезами. Кровью высечен завет, Кнутом время бьет, А мы с надеждой в глазах За правду погибаем. Казнью моей насытится день, Полями дурак снова к солнцу пришел. Прощение твое на песке следами прожитых дней Своё потерял, с миром ушел. Израненный битвой, да снова нас нет, Преодоление себя отражением других. Проживу за тебя эту жизнь маршем побед. Летопись снова пойдет с лесных каменных плит, Польются слова в ночь над Днепром За тех, кто страдал и сердце ближним открыл. Плевали в нас желчью, стреляли в упор, Да пропоют наши песни холода русских зим. Спасибо большое.